Сегодня у меня так странно день начался, я проснулась как обычно с утра и думаю, чем мне так рано вставать в субботу, нужно еще немножко поваляться. И вот я так сладенько понежилась в кровати и через час понимаю, что сегодня не суббота, а пятница. И еще у меня сегодня съемочный день, вот так вот рушатся мечты. Ну а если серьезно, то добро пожаловать в очередной выпуск Бьюти Новостей. И сегодня мы с вами обсудим последние релизы, что из этого, на мой взгляд, интересно, что не очень интересно. Ну и как бы там ни было, я сразу скажу, что все, о чем я сегодня буду говорить, это сугубо мое субъективное мнение. Если вы со мной не согласны, вам какие-то релизы покажутся интересными, в то время как я их обзывала разными не очень хорошими словами, я ни в коем случае не отговариваю вас от покупки. Если вы чего-то хотите, конечно же, это покупайте. Но если вам просто интересно послушать мое мнение и вообще послушать о новых релизах в мире косметики, то, конечно, вы по правильному адресу. И если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать мои видео в будущем. Я периодически и такого рода видео создаю, и разные другие. В общем-то, да, поехали. Один, наверное, из самых громких релизов последнего времени, это коллаборация Морфи и блогера Джеймс Чарльз. В этой коллаборации он выпустил несколько продуктов, но, по-моему, самый главный фокус там вокруг как раз-таки палетки теней. Палетка стоит 39 долларов, она уже вышла, ее уже можно заказать. Хотя, по-моему, она уже распродана на официальном сайте Морфи, но 100% будет ресток, так же, как это было с палетками Джеклин Хилл. Что касается меня, для меня это вообще неинтересный релиз, потому что вот такие вот яркие, насыщенные оттенки, это вообще не моя тема. Я знаю, что даже купив эту палетку, я ей попользуюсь три раза, может, максимум. И, может быть, когда-нибудь еще при полной луне я там ее достану ради какого-то синего оттенка. Но вообще, в принципе, это абсолютно не моя тема. И, что интересно, кстати, Морфи сняли с производства абсолютно все свои яркие палетки теней. И я так понимаю, что они таким образом подготовили почву для того, чтобы эта палетка продавалась еще лучше. Потому что стоит она 39 долларов, а те, которые продавались у них раньше яркие, они стоили, по-моему, 22. И для того, чтобы у вас не создавалось вот такое ощущение, что вас разводят, то, соответственно, они те все сняли с производства, а это вроде бы как вот новая формула. И Джеймс Чарльз, вроде, если я не ошибаюсь, говорил о том, что это не просто тени, это скорее как прессованные пигменты. Ну, не знаю, я не пробовала эту палетку, поэтому на 100% сказать не могу. Там еще был отдельный скандал с Джеймс Чарльзом, потому что, когда он делал обзор на эту палетку у себя на канале, то было видно, как он несколько раз один и тот же свотч делает. То есть он типа проводит свотч по уже существующему свотчу, поэтому как бы оттенок выглядит очень насыщенным. Он это объяснил тем, что он очень часто запинается в своих видео, поэтому несколько дублей нужно было делать. Этот момент я могу, как блогер, я этот момент могу понять, но обычно я, когда запинаюсь ее вот во время свотча, я стираю этот свотч и делаю его повторно, а не делаю повторно свотч на уже существующем свотче. Помимо этой палетки у него вышел набор кистей, там несколько кистей есть, которые кастомные, вот именно он разработал, но основная масса кистей это те, которые уже у Morphe есть. И я, когда увидела ценник на этот набор кистей, у меня, если честно, не просто челюсть упала, а она упала и откатилась куда-то в другой город, наверное, потому что набор стоит 149 долларов. Вот мне интересно, кто там в Morphe с какого дуба упал, чтобы гнуть такие цены за свои китайские кисти. Я, конечно, понимаю, что за плечами Morphe стоят самые топовые бьюти-блогеры, и именно поэтому эта марка и продается так успешно, но, как по мне, это какой-то зашквар. 149 долларов, это слишком много. Я вот специально поинтересовалась, зашла на сайт Hakuhoda, у них есть два набора, один 152 доллара стоит, второй 153 доллара. Но, извините, это Hakuhoda. Hakuhoda это, наверное, лучшие, самые премиум кисти, которые только можно купить. Да, их там в наборе меньше, но в то же время там как бы, ну, самые такие ходовые кисти для того, чтобы вы повседневный макияж себе могли сделать. И здесь, естественно, вы получаете меньше, но мне это сравнимо с тем, что, знаете, можно купить 20 запорожцев или один Мерседес. Ну, я, например, купила бы лучше один Мерседес. И также я еще на Алиэкспресс посмотрела наборы Shushu Lang. Это одни из самых, наверное, топовых и премиум кистей именно китайских. И там я нашла очень классные наборы за 85 и 95 долларов. Большие наборы, там какие хочешь кисти. И если бы мне сейчас были нужны кисти, я бы 100% потратилась либо на первый, либо на второй вариант. И как бы я не любила Джеймса Чарльза, как бы я не хотела его поддержать, но, извините, как по мне, это перебор. Еще один бренд, который не перестает удивлять меня своей посредственностью, это Kylie Cosmetics. Вот мне, кстати, интересно, вы покупаете что-то от Kylie Cosmetics? Довольны ли вы качеством? Интересуют вас какие-то релизы этого бренда? Как по мне, она слишком часто выпускает какую-то продукцию и слишком как-то рандомно. У меня вообще такое впечатление, что она заходит на совещание со своими креативными директорами и вот так вот с закрытыми глазами тыкает пальцем на какие-то нейтральные оттенки. И вот так вот составляются палетки, потому что они все одинаковые, они все друг на друга похожи. И если где-то там простреливает какой-то уникальный оттенок, ну, все равно это настолько неинтересно. У нее вышла рождественская коллекция и вообще, в принципе, сейчас самое такое, наверное, волшебное время в бьюти-индустрии, потому что выходят все рождественские новогодние релизы. И обычно бренды очень сильно стараются, чтобы они выглядели действительно празднично, красиво, чтобы это можно было купить на подарки, ну, соответственно, поэтому вкладываются туда особые усилия. У Кайли там какая-то гадкая, грязная, голубая упаковка, ничего абсолютно интересного, абсолютно рандомные какие-то оттенки, в общем-то, для меня это полный провал просто. И еще один провал для меня был, это новость, что Кайли собирается выпустить еще и линейку по уходу, то есть будет что-то типа Кайли скин, то есть эта продукция именно уходовая, не декоративная, а уход. Я, честно говоря, очень сильно сомневаюсь, что Кайли может выпустить что-то стоящее. И я понимаю, что на этой волне она гребет деньги лопатой, пока ее семья на пике популярности, но вот, кстати, ее сестра Ким, она все-таки, мне кажется, относится немножко более серьезно к своему бренду KKW. Она недавно тоже выпустила рождественскую коллекцию, и хотя я не могу сказать, что она для меня чем-то интересна, да, то есть я смотрю на эту палетку, я смотрю на эти помады, и я не вижу чего-то такого, что мне прям вот срочно нужно, и я вот очень сильно хочу это купить, но тем не менее она заняла определенную нишу вот именно вот этого нюдового нейтрального макияжа. Она сама, естественно, королева гламура, королева вот таких вот нейтральных макияжей, и вот весь ее этот набор стоит 150 долларов. Я сначала подумала, 150 долларов как-то многовато, но потом я начала анализировать. Если бы я была обычной девушкой, а не бьюти-блогером с миллионом косметики, и вот у меня было бы 150 долларов, если бы я хотела купить какую-то нормальную косметику, ну, в смысле, не самую дешевую, бюджетную, а вот что-то такое вот среднего или выше среднего, то эти 150 долларов, скорее всего, очень быстро бы закончились. То есть я бы купила, ну, там, 3-4 единицы, и все, эти 150 долларов заканчиваются очень быстро, если мы говорим о каком-то миддл-маркете или люкс-сегменте. А там за 150 долларов, в принципе, достаточно большой набор косметики, там и палетка теней на 6 оттенков, и тушь, и накладные ресницы, и несколько помад, и также подводка для глаз, карандаши для губ, хайлайтеры, короче, там действительно полноценный такой набор для того, чтобы сделать себе макияж. Поэтому вот учитывая вот это, я бы, может быть, и потратилась бы на это, если бы у меня вот реально ничего не было, а мне бы хотелось вот макияж какой-то в стиле Ким Кардашиан. И, кстати, вообще, я наблюдаю такой тренд, в Америке бьюти-индустрия сейчас одна из самых прогрессивно развивающихся, поэтому очень многие знаменитости пытаются урвать там кусочек пирога, в том числе и Леди Гага решила не упустить момент, и недавно стало известно, что что-то она готовит, какой-то бренд она будет выпускать, неизвестно пока будет это уход или декоративная косметика, что это будет, но она уже сделала такой тизер, там где она сказала, что ждите, что-то будет. Как я и сказала, сейчас очень много именно рождественских и новогодних релизов, и достаточно интересные релизы у Real Techniques в плане именно потенциальных подарков для кого-то, потому что они выпустили огромное количество наборов, и ценник там от 5.99 до 90 долларов. И так как разлет здесь достаточно большой, то, конечно, в этом промежутке каждый для себя что-то сможет найти, там очень милашливые такие, как елочные игрушки внутри с блендерами, вот они как раз стоят 5.99, мне кажется, что это было бы очень милашливым подарком и в то же время очень нужным. А палетка, к которой я 100% присмотрюсь, это новая палетка от компании Nabla, которая называется Poison Garden, и вот что умеют делать Nabla, это промо-фотографии. Они когда выпускают промо, ты на них смотришь, и у тебя просто начинают течь слюни. Я не знаю, как они это делают, но они, наверное, лидеры в этом, потому что ни одна другая компания так успешно и так красиво это не делает. Точно так же они мне щекотали нервы своей палеткой Soul Blooming, когда она только вышла. Я смотрела на эти swatch, и я не могла поверить, что это правда. Но потом пошли уже обзоры блогеров, и меня остановило от покупки то, что очень многие блогеры говорили, что если это будет первая палетка теней от Nabla, которую вы купите, то вы разочаруетесь в этом качестве. И вот после тех обзоров у меня какое-то настороженное отношение к Nabla, поэтому я дождусь, когда она выйдет, когда уже пойдут обзоры на нее, и если ее будут хвалить, то мне бы очень хотелось такую палетку, потому что тем более грядет Новый год, хочется чего-то такого волшебного, поэтому посмотрим, обязательно буду держать вас в курсе. Я знаю, что для многих из вас тоже очень важно, какая упаковка у косметики, потому что часто я получаю такие комментарии, что даже, может, косметика не сильно нравится, но упаковка просто божественная. Приз за самую лучшую упаковку получает бренд Fenty Beauty. И, казалось бы, это обычный картон, там нет ничего Fenty Shenty, никакого ни золота, ни страз сваровски, но в то же время это так красиво, и вот именно по-зимнему. И вот палетка хайлайтеров очень красивая, но особенно красивая упаковка у набора пигментов. В этой упаковке 7 пигментов, и стоит эта радость 90 долларов, что очень дорого. Я когда впервые увидела эту упаковку, мне захотелось сказать Риана, браво! Еще я посмеялась от нового релиза Tarte, но не потому что он плохой, а потому что там есть целая предыстория. Вообще мы все знаем, что Tarte это более такой вот, наверное, нюдовый бренд, там нет каких-то супер сумасшедших ни текстур, ни оттенков, вот все в такой вот какой-то, казалось бы, скучной нюдовой гамме. И вот они на 1 апреля решили отличиться и выпустить промо-фотографию палетки, которая называлась Icy Bitch, ну как-то так она называлась, и она состояла из оттенков голубого и синего, и они эту промо-фотографию залили в сеть, залили в интернет, и получили такой ошеломительный отклик, что 100% будут люди покупать, что очень нравится, что это крутая палетка, наконец-то Tarte вышли из зоны комфорта и создали что-то очень классное. Они сами офигели от этого, и потом они сказали, ребята, ну это как бы была шутка первоапрельская, мы ее, в общем-то, в реальности не будем выпускать, и сейчас они выпустили палетку в линейке Tarte из Pro под названием Remix, и там уже гораздо больше таких вот, наверное, более ярких оттенков. Если посмотреть на эту палетку, то из-за того, что у нее такая психоделическая упаковка, кажется, что она вообще очень яркая, но если оторваться от этой упаковки и вот посмотреть на каждый оттенок в отдельности, то в принципе там нет ничего такого сверхъестественно. Понятное дело, что для Tarte это, возможно, шаг вперед, но в то же время это не палетка Джеймса Чарльза, там где ты просто даже на черном фоне видишь, насколько она сумасшедшая. Тем не менее, палетка эта была распродана за день, то есть они действительно удовлетворили хачучку своих потребителей, и если вам нравится формула Tarte, и если у вас есть Tarte из Pro, и она вам нравится, и вы бы хотели в такой формуле еще какие-то более яркие оттенки, то можете присмотреться к этой. А на этом у меня все. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Обязательно поставьте ему палец вверх, если так и было, и напишите в комментариях, какие новые релизы удоражат ваше сознание. Вот что вы прям очень сильно хотели бы. Мне будет очень интересно это почитать. Если вы еще не подписаны на мой канал, вы можете это сделать, нажав на вот эту круглую иконку вот здесь вот. И также можете посмотреть одно из видео, которое вам сейчас предлагает YouTube. А если вы их уже смотрели, то мы с вами увидимся в моем новом видео через несколько дней.